Время пришло. Время пришло заняться приведением в порядок одного важнейшего и незаменимого инструмента. Этот сам инструмент в разобранном виде и его составные элементы слегка покрыты ржавчиной. Благо ржавчина поверхностная и существенные коррозионные повреждения не имеют места быть. В первую очередь попробую удалить старую краску. Для этого в строительном магазине была приобретена так называемая смывка. Всегда было интересно попробовать этот химикат, знаете ли? Вот как раз и представился случай. Честно признаться, дорогой друг, изначально я не очень верил в эффективность всего чудо-вещества. Но чудеса все-таки существуют, чему я несказанно рад. Старая краска вспучилась практически мгновенно, трансформируясь в хлопья причудливой и интересной формы. После химической обработки выяснилось, что тиски какой-нибудь слесарь Прохор Митрич обрабатывал топором или другим аналогичным инструментом. Удивительное отношение к производимой продукции. Между прочим, аналогичная ситуация, как выяснилось позже, обстоит и с некоторыми другими деталями. Борьбу с подобного рода неприятностями буду производить болгаркой и зачистным кулом. Кстати, впервые работаю аккумуляторной УШ-С. Удобная штука все-таки, я вам скажу. Без провода все-таки, мобильность инструмента повышается буквально в разе. Болгарка, конечно, хорошо, но напильник еще никто не отменял. С его помощью обтачиваю винт для того, чтобы снять нужную шайбу. Точнее, я немного обтачиваю развальцовку, за счет которой это самая шайба и держится. Саму ручку кружиного винта просто так разобрать не получится. Я решил поступить проще. Отпилю один из его концов. Уверен, что укорачивание на 2-3 мм на удобство пользования не повлияет никак. Колосная у меня все-таки масса. Это была шутка, само собой разумеется. Не дождетесь. Последующей операции особых комментариев не требуется. Здесь все достаточно просто. Привожу в порядок обе детали, используя весь имеющийся в моем владении технический арсен. Дальше предстоит поработать с зажимными губками. Крепеж последних осуществлен с помощью винтов М4. К сожалению, с откручиванием одного из винтов пришлось серьезно повозиться. Что я только с ним не делал. И отвертку специальную изготавливал, и производил химическое воздействие, и даже прогревал место соединения газовой горелкой. Помог на удивление молоток, да? В общем, как говорится, против лома нет приема. Есть! Победа! Полчаса из жизни. Сейчас я с тобой справлюсь. Гори в аду! Чайку горячего. А то весь продрог на улице. Продрог! Лимончику для иммунитету. Сами губки очищают различные загрязнения и ржавчины. Также немного подправляю геометру. Где имеется насечка, очищаю ее с помощью металлической щетки. Она подходит до этой цели, как нельзя лучше. Конечно, можно было бы заморочиться и отполировать губки до зеркального блеска. Но, честно вам признаться, не вижу в этом особого смысла. Тиски инструмент брутальный, работающий в тяжелых условиях. И зеркальный блеск уйдет буквально через неделю активного пользования. Предварительно нанеся грунтовку, произвожу окраску. Краска автомобильная и, я надеюсь, покрытие будет достаточно прочное. Положа руку на сердце, скажу, что я лучше бы покрасил кистью и обыкновенной эмалью. Эмаль – краска, проверенная временем. Вон сколько лет может на батареях отопления держаться. Правда, сохнет долго. А зимой, да еще и находясь в квартире, это все-таки принципиально важно. Результатом я остался недоволен. По неведанной причине создается впечатление, будто окраска производилась водоэмульсионкой. Одним словом, я все перекрасил и на этот раз краской синего цвета. Осталось привести в нормальный вид два элемента – ходовой винт и его ответную часть. Эта самая ответная часть в ужаснейшем состоянии. И простой наждачкой здесь не обойтись. Лучшим решением, по моему мнению, будет торцевание поверхности на токарном станке. Что касается ходового винта, то его ручку я также решил разобрать аналогично тому, как это было показано ранее. Да, можно было бы произвести очистки и без разборки, но, во-первых, об удобстве в таком случае говорить не приходится, а, во-вторых, времени данная операция заняла бы на порядок больше. Я уже было подумал, что дело близится к своему логическому завершению. Но я ошибся. Осталось реставрировать еще два винта. Выглядят они не очень презентабельно, нужно признать. В данном случае, кстати, я не имею в виду ржавчину. Меня раздражает присутствие резьбы на ручке. Выглядит как-то топорно, согласитесь. На основании вышесказанного выплывает ниже следующее. Необходима переделка. Для этого я задействую болты М6 с неполной резьбой. Как пишут в умных технических книгах и различного рода руководствах по техническому обслуживанию и ремонту, что порядок сборки обратен к порядку разборки. Вот вам, между прочим, полезный лайфхак старых хитрых секретных мастеров. Чтобы защитить резьбу и обеспечить тем самым простое откручивание в далеком будущем, достаточно нанести небольшое количество самого обыкновенного пластилина. Винт струбцины я решил не устанавливать, поскольку в нем нет необходимости. В моем случае он будет только мешать. Крепление к столу будет осуществляться двумя болтами М6. Такого крепежа, я уверен, будет просто предостаточно. Тиски, я не побоюсь этого слова, повышенной удобности. Во-первых, есть возможность поворота на все 180 градусов. Во-вторых, есть возможность поворота головы зажимными губками. При этом любое положение можно быстро и надежно зафиксировать. Более того, в губках предусмотрены еще и технологические отверстия и прорези, что существенно упростит работу с заготовками круглой формы абсолютно любого диаметра. В общем, жду ваших поздравлений в комментариях. Жму руку, но пасаран с наступающим Новым Годом. Пока.